итак дорогие друзья я вижу школе начали ставить linux потянуться я сейчас установлю виртуальную машину на диск вы делаете флешку все как все как положено а я буду с файла устанавливать потому что я вижу что сачи сергей значит в общем покажу основу установки потому что в принципе все одинаково и так я пока создам машину debian 9 выберу linux 64 далее поставлю чтобы все было быстрее 4 гигабайта создать новый виртуальный диск vdi virtual диск имидж динамический виртуальный диск что потом можно было изменить но сделаю я 27 гигабайт потом удалю создать далее беру настроить носители пусто живой cd dvd сейчас я аж не включил где образ дальше я уже выбрал раньше поэтому есть debian 9 вы выбираете где там находится если виртуалку обращаю внимание если вы ставите на компьютер то создайте сначала загрузочную флешку их хватает информации нажимаем ok далее нажимаем запустить и то что нам не надо графическая установка тут не видно я нажимаю график install захватила и нажимаю enter нажали enter выбираем кто-то рекомендует выбирать а ну здесь выбираем русский язык выбрали русский и нажимаем российская федерация продолжить кто-то здесь рекомендует выбирать раскладку английская просто она будет 1 ну можно и так сделать потом русскую добавить я выберу русская потому что я не увидел просто выставил потом первую просто когда мы русскую выбираем debian мы сразу можем выставить допустим alt shift как привыкли до переключения продолжить пошла загрузка ребят обратите внимание по интернет если не будете понимать чем говорю то неважно просто debian старается определить сетевую карту могут быть здесь ошибки да конечно он здесь определит сейчас но у меня допустим при установке на диск не определила просто тогда в меню выставляете что а потом подключить интернет все вот тут определила а на моменте на диск не всегда определяет зависимость от какой интернет если у вас интернет подключается автоматом там до dpns тогда она определит если там надо вручную включать то он не определит но ничего пусть по определяет вы потом ставите выбираете в меню выбираете в меню настроить интернет позже 9 с 9 стреч я так как и нажимаем продолжить имя домена пока нам не надо продолжить и вот он будет пароль суперпользователя вводим пароль суперпользователя и запоминаем его продолжить имя я введу с агаты вот так у меня агаты пароль пароль нового пользователя вводите пароль для вашей записи пользователя и продолжить на диск все то же самое ребят просто сейчас некоторые моменты покажу ну время потом можно выставить любое поэтому выбирайте свое которое есть либо потом выставите мы выбираем разбивку диска вручную и нажимаем продолжить автоматическая разметка нам не надо вот у меня выбрала сада 30 гигабайт у вас будет где-то больше нажимаем продолжить вы выбрали разметку всего диска еще продал это будет создан новая таблица разделов продолжить и теперь теперь так свободное место вот 30 гигабайт продолжить далее создаем новый раздел первый раздел создаем точку монтирования то есть где будет система создать новый раздел нажимаем продолжить и здесь ставим вы видите гб именно так ставим ну так как у нас немного мы поставим там рекомендуется на систему 20 и более гигабайт ну я ставлю 100 у меня большие диски 20 ну 20 просто у меня всего 30 наверное ну да хватит дальше 20 гигабайт продолжить это у нас будет первичный диск выбираем и нажимаем продолжить начало до начала и вот здесь у нас можно все менять ребят вот это вот смотрите вы можете вот так вот продолжить и выбрать любую систему да у нас сейчас корневая файловая система значит мы нажимаем продолжить далее параметры монтирования важный параметр есть дефалт тут есть два момента если у вас ccd то выбираем дискард тогда будет однозначно работа ccd в полной мере то есть trim включится все это и есть добавление дискард либо потом можете добавить дискард дискард но это разбираться с дисками в общем есть ccd выбираете дискард и trim будет автоматом включен значит если у вас обычный обычный диск обычный диск то можно оставить либо либо дефалт но лучше всего как на сегодняшний день все рекламдует relatae да обновлять во время доступа к изменениям если если это у вас обычный диск то выбираете тогда именно этот параметр и нажимаем продолжить вот он записался метку можете устанавливать можете нет блоки мы не трогаем обычное использование метка загрузочной можно здесь включить это основной метка загрузочной включена на журналируемая файловая система x4 все правильно и смотрим итак журналируемая файловая система x4 то есть грубо говоря навели на меню нажали продолжить и выбрали пусть метка загрузочной будет включена сюда потом грудь установится все когда все параметры есть нажимаем продолжить настройка раздела закончена продолжить итак у нас получилось вот мы видим по этой по слэшу что это у нас точка монтирования у нас осталось 10 гигабайт у вас будет больше переводим на свободное место нажимаем продолжить создать новый раздел создадим новый раздел у нас он будет ну пусть будет свап нам надо да свап ну вы знаете как говори как-то учил Володя Семенович он хороший очень линксоид в школе что выбирается два объема виртуальной памяти но опять но у меня допустим сейчас 16 гигов оперативки я ж не буду 32 выбирать когда у вас там 4 гига то выбирайте само собой 8 но я сейчас выберу два потому что вы выберете вот допустим у меня 16 гигов но файл подкачки я выбрал там где-то гигабайт 8 да себе но опять же я его на самом деле не использую потому что настроил систему у меня оперативка только в основном работает ну поняли да почитает еще в интернете продолжить здесь можно уже и логический и первичный но в принципе логический начало да начало и здесь журналист файловая система берем значит раздел подкачки выбираем нажимаем продолжить метка загрузочная выключена все правильно раздел подкачки настройка закончена продолжить и так у нас два раздела третий раздел переводим на оставшееся место нажимаем продолжить создать новый раздел продолжить и все остальное место можно отдать вот здесь у меня, допустим, на этот, на Home, ну, просто еще посмотрите в интернете, можно вставить с Ефи, да, как там Ефи, ну, вы меня поняли, да, тогда еще надо будет один разделчик создать, но я делал без Ефи, да, то есть тогда можете, если потом будете что-то передумывать, то доставляете чуть меньше гигабайт, всегда оставляете на диске, у диска, чтобы было хотя бы немножко гигабайт свободного места не зарезервировано, это рекомендуют, потому что диск должен быть немножко свободен, чтобы система могла как-то, ну, вы поняли, в общем, так рекомендуют. Я, значит, гигабайт оставлю, возьму 7 гигабайт, продолжить. Это может быть первичный, может логический, все другие вообще логические, да, начало, да, начало использовать журналируемую файловую систему, их 4, она сама, вон, выставила Home, если не выставила Home, то вы продолжите и выбираете Home, домашний каталог. Обратите внимание, сейчас скажу тут некоторые моменты, так, здесь параметры монтирования тоже мы, чтобы быстро работало, релотаем, ставим. Дальше метка отсутствует, ну, хотим, запишем, зарезервированные блоки 5%, обычное использование стандарт, метка загрузочной выключена, все верно. Настройка раздела закончена, отлично. Нажимаем продолжить. Ребят, смотрите, на будущее вы переустанавливаете систему. У вас уже, когда при перестановке, вот тут есть флажок FFF форматирование, на будущее, когда вы переустанавливаете вот эти все пометки, то есть, ну, смотрите, вот смысл такой. У вас летела система, и вы решили переустановить. Когда вы заходите, вставляете опять этот диск, когда откроется меню, вы увидите вот этот слэш, вот эту подкачку и вот эту Home. То есть, с Home, главное, тогда вы просто-напросто, если хотите сохранить данные, убираете флажок, там разберетесь, форматирование, его не форматировать. Тогда, в принципе, все настройки программ ваши все останутся. И нажимаем, в данном случае мы видим, что у нас получился 20 гигабайт системы монтирования. Далее, 2 гигабайта у нас получился, вы больше будете делать, просто подкачка и логический пачка, папка Home, домашняя директория, все остальное. Закончить разметку разделов, записать изменения на диск. Если нас все устраивать. Продолжить. Далее, нажимаем да. Продолжить. Пошло записывание разделов на диск. Установка базовой системы. Сейчас я уже, наверное, запишу второе видео. Пока оно будет. Продолжить. Поехали.